Каждый день езжу. Саратская, Розаевка. В Йемене движение правостороннее и не бывает гололедицы. Но к этим отличиям Абдулджалиль Аль-Савайди уже успел привыкнуть. Расстояние в 25 километров. Ему приходится преодолевать почти каждый день. У нас пустыня и у нас нет такой зимы. Лег не резина, зимний резина. У нас такого нет. Я сперва, когда купил машину, не понимал, что такое лег не и что такое зимний. Чем они отличаются? Как-то я на маршрутке ездил, ездил, я никогда не интересовался. А здесь сказали, оказывается, надо с гвоздями купить. Впервые про Мордовию он услышал еще в Липецке, где целый год учился русскому языку. Там отзывались о Саранске как о чистом городе с развитой спортивной инфраструктурой. Закончив мединститут в Ульяновске, Абдулджалиль встал перед выбором, куда поступить в аспирантуру. В списке был и 13-й регион. Я приехал. Здесь недалеко было от Ульяновска. И мне очень сразу понравилось. Я влюбился в город и определился с выбором. Здесь тем более есть преподаватели очень хорошие, которые на всей России практически известны и популярны. В частности, в области хирургии, в руководстве Власовым Алексеем Петровичем. Российское образование очень ценится в Йемене. Потому рекомендация от профессора Власова трудиться над диссертацией и работать воплотилась на практике. Почти год доктор Альса Вайди уже свой в хирургии Рузаевской многопрофильной больницы. В его обязанностях помогать людям с различными патологиями. Например, холециститом. Четвертого числа где-то вечером у меня начались резкие боли. И мне на скорую помощь привезли сюда. После чего у меня дежурный хирург. Я провел осмотр и на следующий день меня оперировали. У Светланы Бикеевой травма руки. Женщину уже готовят к выписке. И это ее последняя перевязка. Знаете, как зовут вашего доктора? Да, знаем. Альса Ваде Абдулла Али. У нас все доктора хорошие. И вот новые доктора тоже отличные. Альса Вайди не единственный иностранец. В Рузаевской больнице трудится травматолог из республики Чад. Это теоретически грамотные. Это очень вежливые. Это исполнительные. Молодые специалисты, на которые мы надеемся, что они дальше будут продолжать работать в нашей больнице. Они знают в совершенствовании три языка. Поэтому проблем языкового барьера ни с нами, как с руководителями, ни с пациентами, к счастью, нет. Кроме этого, в процессе работы мы обращаем внимание, что они настолько внимательные, настолько добросовестные, что пациенты просто-напросто их любят. За много километров от родины эти врачи добросовестно трудятся и заводят семьи. Абдул Джалиль четыре месяца назад стал папой. Мадина родилась в арабско-мордовской семье. Марина Филиппова родом из Ордатовского района. Готовит для мужа борщ, а он для нее плов. Через полтора года хирург Аль Савайди защитит докторскую диссертацию и, может быть, останется жить в многонациональной Мордовии. Алена Маскалева, Алексей Демин. Наши новости Рузаевка.